Здравствуйте! В эфире телеканала ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мейрханова. По труду и награда президент страны поблагодарил сотрудника Алматинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Леонида Сидоренко, охраняющего природу от браконьеров вот уже более 30 лет. Вручил благодарственное письмо от главы государства ветерану лесного хозяйства министр экологии, геологии, природных ресурсов Казахстана Макзум Мирзагалиев. Леонид Сидоренко начал свою трудовую деятельность в сфере лесного хозяйства с должности водителя охоты инспектора по охране САЙГИ. За 30-летний труд поработал под началом 15 руководителей. Теперь он сам возглавляет целый отдел. Получить благодарность за труд от самого президента страны Леонид Сидоренко не ожидал. Я хочу сказать благодарность Ельбасы, правительству Республики Казахстан, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также своему коллективу в лице руководителя инспекции Мамиева Тимирлан Булаточа за оказанное мне честь и доверие, которое я постараюсь в дальнейшем преуспевать и оправдать. Вручал президентское благодарственное письмо министра экологии и природных ресурсов Макзум Мерзагалиев. На счету у Лесничева десятки задержанных нарушителей предохранных законов. Именно благодаря таким людям жители страны смогут наслаждаться богатством природы. Сегодня борьба с браконьерством ведется очень активно, но в любом случае, к сожалению, проблемы с браконьерством остаются. Это и незаконное рыболовство, это и проблема, вы знаете, сайгаков. И в прошлом году по поручению главы государства было ужесточено законодательство. С начала этого года инспекторами лесного хозяйства и животного мира осуществлено более 50 рейдов, при которых выявлено 21 нарушение правил охоты и составлено 18 административных протоколов. Три материала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела. В Талдыкургане откроется централизованная ПЦР-лаборатория. В рамках рабочего визита в Алматинскую область заместитель премьер-министра страны Яралы Тукжанов ознакомился с ходом мероприятий по профилактике COVID-19. Он также посетил и строящийся объект. Новая лаборатория – седьмое по счету специализированное медучреждение. Благодаря автоматизированному оборудованию оно сможет принимать до 3000 посетителей в сутки. Стоит отметить, что строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства. Лаборатория совместит в себе медицинский центр и блок консультационного и вирусологического отделения, в том числе на определение коронавируса. Заместитель премьер-министра высоко оценил качество новой лаборатории, особенно в текущей ситуации, подчеркнув необходимость максимального охвата населения по выявлению опасного вируса. Заместитель Акима области Батыржан Байжуманов в ответ проинформировал о ходе работ по профилактике с борьбой к коронавирусной инфекции. По его словам, в группу риска, кроме медработников и сотрудников правоохранительных органов, вошли продавцы магазинов, а также провизоры аптек. В целом в Алматинской области проведено более 38 тысяч исследований на выявление коронавирусной инфекции. Планируем ПЦР-лабораторию непосредственно уже запустить к концу следующей недели. Оборудование все заведено, осталось получить только разрешительные документы. И все, мы готовы работать, персонал, весь штат есть, наличие обучен. Впосредственно в лаборатории будет 5 сотрудников пока работать, вся лаборатория автоматизирована, люди будут работать на анализаторах. Сезон фонтанов открыт. Если ежегодно этот процесс сопровождался интересным и увлекательным мероприятием, то в этом году каскады струящейся воды были запущены без какого-либо торжества. Причина – карантинный режим. Но, как утверждают горожане, это не самое главное. Запуск фонтанов – это праздник души и сердца. Несмотря на продолжительные карантинные меры, местные власти решили не изменять традициям. И чтобы хоть немного поднять настроение талдыкурганцев, одновременно по всему городу запустили все фонтаны. А их в городе семь. И все они уникальны своей архитектурой, интересной игрой подсветок и музыкальными композициями. Отметим, идея создания фонтанов принадлежит Акима Алматинской области Аманду Кубаталову. Ежегодно запуск фонтанов сопровождался масштабным торжеством. Полюбоваться на завораживающий танец водяных струй, подсвеченных разноцветием светодиодов, собиралось более 15 тысяч горожан. Специально на праздник приглашались и звезды отечественной эстрады. Однако в настоящее время, несмотря на послабление карантина, опасность распространения коронавирусной инфекции остается. В связи с чем местные власти решили запустить их без проведения массовых мероприятий. Но это не расстроило горожан. По их словам, самое главное, что фонтаны снова заиграли и вызывают море положительных эмоций, особенно у детей. Мы ждали этого как праздник. После этого карантина дома постоянно сидим. Сейчас как раз таки вот детям раздолье хоть погуляем. Надеюсь, его не прикроют скоро. Фонтаны классные, нравится. Мы в том году сюда переехали и ходили на фонтаны осенью. А в этом году очень ждали, когда в плюсе этот маленький сын ждал. Очень-очень. За последние пять лет в областном центре капитально отремонтировали все имеющиеся фонтаны. Они гармонично вошли в общую архитектуру города и являются настоящим украшением Талдыкургана, а также самыми посещаемыми местами горожан и гостей областного центра. После снятия режима чрезвычайного положения и послабления карантинных мер возрос объем движения, и блокпосты на въездах в Талдыкурган оказались загружены настолько, что автомобилисты вынуждены стоять по 40 минут, а то и больше, чтобы попасть во властной центр. Амандык Баталов поручил разобраться в сложившейся ситуации. Какие меры предпринимают ответственные лица, чтобы увеличить пропускную способность, смотрите в следующем сюжете. Режим ЧП в стране снят, карантинные меры ослаблены. С оговоркой на строгое соблюдение санитарных норм вновь начали работу многие предприятия и заведения областного центра. Однако блокпосты оказались не рассчитаны на такой транспортный поток. В итоге на въездах в город ежедневно стали образовываться огромные пробки. Ситуация показала, что Аким области держит руку на пульсе. Он распорядился решить проблему в кратчайшие сроки. На сегодняшний день по Алматинской области усилены как профилактические, так и практические меры в связи с карантином. По области функционирует 36 блокпостов, 16 из них по периметру города Алматы. В них задействовано свыше 300 сотрудников. На постах осуществляется проверка заезжающих граждан и разрешительные документы на везд и выезд в область из территории области. Разрешительные документы – это специальные пропуска, выданные местными исполнительными органами по перевозке грузов, в том числе транзитных, жизнеобеспечением населения и так далее. Вместе с тем запретно не действует на транспорт, направляющийся на садово-огородное общество, дачные участки при наличии подтверждающих документов. Просим всех граждан не расслаблять личную и гигиеническую защиту и строго придерживаться всех правил карантина во благо улучшения сложившейся ситуации. С увеличением проверяющих пропускная способность выросла в разы и время простоя на пробках составляет в среднем 10-15 минут, даже в час пик. На постах замеряют температуру, проверяют документы. Здравствуйте, Филипп, вы в очереди сколько времени стояли? Да минут 10. Очередь длинная? Ну не особо. А вот вы часто в город ездите? Нет, не часто. У вас есть пропуск, да? У меня есть явка, да, к онкологу. Да, направление. Однако не все автомобили могут беспрепятственно въехать в город. Не имеющие соответствующего разрешения или справки с работы, вынуждены разворачиваться и ехать обратно. Порядок есть порядок. Ереман Рабеков, Аблар Кутхбе, телеканал ЖИТСУ. Это были все новости к этому часу. Встретимся в следующем выпуске новостей в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин